При вступлении любые организации, любые объединения страны приобретают как права, так и обязательства. О правах и обязанностях президент Армении любит повторять налево и направо. Таким образом, он пытается позиционировать себя ярым приверженцем соблюдения законов. Сегодня республика, которой руководит Серж Саргсян, член нескольких международных структур, к примеру, ООН, СНГ, Евразийского экономического союза, организации договора о коллективной безопасности. Становясь партнером других стран, официальный Ереван берет на себя определенные обязательства, в числе которых соблюдение правил членства. Вот только, несмотря на красивые слова о выполнении обещанного, Армения в лице своих властей не раз показывала. Международное право ей не указ. Больше 20 лет армянское руководство игнорирует резолюции Совета безопасности ООН о немедленном и безоговорочном выводе армянских вооруженных сил с оккупированных ими азербайджанских земель. Международная организация – это не отдельная страна, которая никого не слушается. У нее есть учредители, есть спонсоры, есть доноры, есть штаб-квартиры, которые находятся в определенных странах. Более того, ООН входит около 200 стран, но политику ООН решается, скажем так, все вопросы ООН глобальные решаются софтбезом ООН, куда входят 5 стран – США, Россия, Великобритания, Франция, Китай. Без этих стран ни одна, скажем так, задача поставленная не решается. Хотя это несправедливо и недемократично, потому что в мире, допустим, живет свыше более миллиарда мусульман, а в софтбезе ООН четыре христианские государства. Ни одна резолюция Совета безопасности ООН добровольно никогда не была исполнена. Это объективный факт последних 70 лет мировой политики. Поэтому, если Азербайджан готов взять на себя моральную, юридическую, техническую и всякую прочую ответственность по обеспечению исполнения резолюции Совета безопасности ООН, я не думаю, что кто-то ему будет в этом деле противодействовать. Почему? Потому что в любом случае формальные правила должны исполняться, возникает только вопрос, кто будет принуждать к исполнению формальных правил. Я более чем уверен, что силовое воздействие на Армению в целях принуждения ее к исполнению норм международного права для Азербайджана является единственным способом торжества того же самого международного права. Нет механизма в ООН для осуществления решения или заявления о Совете безопасности. Есть только дополнительные резолюции. И в конце концов одна страна или группа стран должна принять решение, осуществлять вот такие резолюции. И это не произошло с Арменией и в случае Карабаха. Я думаю, что потому что переговорный процесс идет. И я не согласен с тех, которые говорят, что минская группа и переговорный процесс не сделали ничего прогресса. Это или человек говорит, который не знает правду, или это ложь. Очень много прогресса было сделано уже. И рамочный договор лежит на столе уже почти 9 лет. Это мадридские принципы. Это рамочный договор для того, чтобы решить вот этот вопрос. Оптимизм экс-посла США в Азербайджане Мэтью Брайза в отношении деятельности минской группы ОБСЕ разделяют далеко не все. В Азербайджане не раз заявляли, за 20 с лишним лет своей посреднической миссии эта структура не принесла ощутимых результатов на пути к урегулированию конфликта. Не справилась она даже с оценкой ущерба, нанесенного армянскими вандалами, повитникам истории, религии и культуры на оккупированных азербайджанских землях. Армянская сторона препятствует посещению миссии ОБСЕ на Горного Карабаха и семи прилегающих к нему районов. ОБСЕ – это именно та структура, которая ответственна за переговорный процесс. ОБСЕ – это не марсиане. ОБСЕ – это представители трех ведущих стран. Это США, Россия и Франция. Поэтому я не считаю реальным, когда говорят, что экспертов или представителей ОБСЕ куда-то не пустили. Скорее всего, по умолчанию, по взаимному согласию они не зашли туда, чтобы потом голова не болела. США, Франция и Россия – не просто страны-сопредседателя Минской группы ОБСЕ. Это три государства с самым влиятельным армянским лобби. Такой факт не мог не отразиться на вопросе урегулирования армяно-азербайджанского на Горно-Карабахского конфликта. Армения является формистом России на Южном Кавказе. У Франции свои особые отношения с Арменией. У США есть очень сильная армянская диаспора. Все эти факты говорят о том, что в этой ситуации сопредседатели Минской группы ОБСЕ фактически проявляют равнодушие в отношении конфликта, несмотря на то, что сюда приезжают. Но я думаю, что последние события апреля месяца, когда азербайджанские войска освободили часть всей азербайджанской территории, там, о чем говорил президент, 2000 гектаров, говорит о том, что и сопредседатели понимают, что такой статус-кво, который сегодня есть, то есть нерешенный статус-кво, долго продолжаться не может. Именно апрельские события в зоне Нагорно-Карабахского конфликта повлияли на активизацию деятельности Минской группы ОБСЕ, в частности, России. При организации Москвы уже состоялись две встречи президентов Азербайджана и Армении. Майская в Вене и Юньская в Санкт-Петербурге. Итоги этих переговоров официальный Баку отмечал как положительные. Ереван уже апрельские события принесли прямо противоположный результат. Армянская армия потерпела поражение. Так называемая линия обороны министра Аганяна была разгромлена. Страны-партнеры Армении по ОДКБ, Беларусь и Казахстан разочаровали армянскую сторону своей конструктивной позиции по карабахскому вопросу. А самому президенту Сержу Сарксяну не оставалось ничего иного, как жаловаться всем подряд на свои политические неудачи. И это при том, что именно Армения совершает провокации на линии соприкосновения армянских и азербайджанских войск. Если азербайджанская сторона, азербайджанская армия бьет в основном по военным объектам во время военных действий, а армянская же армия продолжает ту же политику выжженной земли, стратегию выжженной земли, она именно бьет по мирным объектам. Это еще раз заказывает ту преступную сущность террористического режима Сарксяна в отношении азербайджанского населения и азербайджанской республики. Впрочем, остались еще страны, сумевшие указать главе Армении на его истинное место. Стоит вспомнить заседание государств-участниц ЕАЭС в 2014 году, когда президент Казахстана озвучил условия вступления Армении в Евразийский экономический союз. Оно возможно без Нагорного Карабаха. Слова Нурсултана Назарбаева в поддержку территориальной целостности Азербайджана вызвали чувство полного разочарования и замешательства на лице Сарксяна. Видимо, не дано понять главе Армении тех, кто уважает и соблюдает нормы и принципы международного права. Мехребан Касумвази, Ябабаев, Наиб Гаджиев, Сеймургулиев, Сибиси.